Альтернативное образование Другая причина появления альтернативного образования Что вообще меняется задача образования Если раньше у нас общество, старая система образования Она была построена по индустриальному рекламу Она воспитывала в основном людей, которые могут работать по инструкции Но из-за этого школа выглядела в определенном формате Она выглядела как индустриальный механизм У нас ученик приходил из класса в класс И с ним что-то делали соответствующие мастера на каждом этапе И поэтому даже семантика была индустриальной В школах есть такое понятие шаблон, образовательный стандарт Это все как бы индустриальные понятия и индустриальные семантики Школа была достаточно как бы индустриальной И она выполняла свою функцию подготовки для индустриального общества Но когда фаза индустриального общества оказалась, так сказать, почти пройденной Или там в Таиде какое-то другое динамик общественных процессов стала нарастать И стало понятно, что жизнь стала настолько многообразной, быстро, динамичной Что от людей теперь таиловаться, чтобы они самостоятельно принимали решения Сумели самостоятельно анализировать информационные потоки Умели собирать рассеянный тип информации Вообще обладали различными типами мышления, чтобы работать с этой информацией И превращать эту информацию в знания, умения и так далее А мышление, оно очень разных типов может быть Соответственно, встал в центр вопрос о том, что не надо только работать с знаниями и умениями науки Потому что эта паразитма, она часто приводит к энциклопедичным знаниям Такой накачке, дрессировке, что ли, на энциклопедичность Когда раньше было слово зубрило Когда просто зубрят, 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 зубрят А понимание процессов, этого мышления, его нет И акцент с этого луна начал уходить на мышление Какие мышления формировать Какие мышления необходимы И с одной стороны, мы видим, что у нас важны не только знания и умения, а еще и мышления У нас психотип должен быть не вот такой индустриальный исполнительный А вот такой более самостоятельный Который описывается там совершенно другим набором компетенций В том, что я начал говорить Вот эти, имеются настоящие предметы решения Быть динамичным Быть достаточно коммуникативным В частности там, ну там, различные как бы наборы Мы будем сейчас это отчислять и другая тема, да Вот, но видно, что меняется содержание образования То есть, часть родителей начинают чувствовать вот этот запрос своим Понимаете, я вот на что хочу обратить внимание Есть понятие государственного запроса Есть понятие социального запроса В оптимале они совпадают То есть, государство чувствует, что там, социум не надо И это формулируют Сейчас многие учителя из алектора жалуются тем, что государство внятно не говорит Что должно получиться, у кого надо формировать То есть, государственный запрос, он сильно отстает Ну, по крайней мере, точно есть непонимание между министерством и образовательным сообществом Потому что, даже когда министерство может не входить в компетенции Стон раздается, зачем это нужно То есть, ну, на лицо он не понимает Но, есть социальный запрос Когда сами люди в социуме начинают понимать, что им нужно формирование определенных качеств Я очень люблю поймяк Я сам был заведом в частной школе Ко мне пришел предприниматель Я ему рассказываю там Физика, математика, межпредметные связи, диалоги Я рассказываю, рассказываю И он меня только обрывает Говорит, ну понятно, физика, математика, я все понял, все хорошо А хватки вы его научите? И появляется много слова «хватка» Ну, я начинаю как-то расспрашивать Ну, понятно, что такое для бизнеса хватка Это уметь не упустить случай Это уметь не овцепиться Его удержать Этот случай И раскрутить там в собственной какой-то выгоде И так далее, да? Что тебя не оттерли Вот она, как бы, охватка И запрос, он формулируется Это не государственный запрос Но это можно уже назвать неким запросом в социуме Потому что там не один человек это говорит, а второй человек это говорит Третий человек Идет разговор о каких-то там, охватках Или еще каких-то вещах Люди начинают понимать, что им, детям это надо Это надо как-то сформировать Да? А поскольку старая система образования Вообще с такими понятиями не работает Там за физическую математику стоят оценки, а за охватку нет Знаете, даже раньше Это даже больше учитывалось Потому что были там какие-нибудь Пионерские, комсомольские организации Которые смотрели на вот качество Которое больше описывает слово «испытание» Вот там организационные Ну, там еще, может быть, и можно Какой-то аналог охватки найти Но это же все демонтировано Этого сейчас нет Потому что идеология И получается, как бы, с этими понятиями Вообще стандартная школа не работает А запрос-то есть И вот начинают появляться Разные различные формы альтернативного образования Начинают тренинги Какие-нибудь там игры, которые там что-то формируют Какие-то еще вещи И школа все больше и больше старая Начинают просто превращаться Ну, как вам сказать Она всегда, в общем-то Почему превращаться? Она всегда укладывала две функции Она образовывала И еще была, знаете, в некотором смысле Складом Потому что там ребенок не бегал на улице Ему надо куда-то вот сдать Вот присмотр И там, вот пусть он будет сначала В школе, потом в продленке И там, как бы ничего не случилось И вот эта образовательная функция Она сдувается Потому что запрос меняется Деградация в школу идет А функция склада остается И школа все больше и больше превращается в склад А те родители, которые просто не хотят Чтобы их дети просто были там где-то в кому-нибудь в складу А что это все-таки с ним шел какой-то образовательный процесс Начинают искать другие форматы И вот дальше они начинают уходить в эту сферу Тренинги, ну, какие-то Какие-то мастер-классы Какие-то летние школы, допустим Биологические, химические Или еще какие-то Где как-то строится процесс по-другому А поскольку требование качеств Формирование другое То там и форма обучения другая Вот то, что раньше была форма обучения Такая недостоянная Это не просто, ну, вот такая вот Конвейерная с инструкциями Не просто так Есть в философии Такое очень классное выражение Что средства для достижения цели Должны соответствовать качествам этой цели Это значит, что Если я выбираю средства для достижения цели Которые обладают Какими-то другими качествами Но те, которые цель подложат То эти средства у меня куда-то в сторону ведут Они к чему-то другому меня приведут Именно поэтому Выражение целя правдовое средство Оно ложное Не любым средствам Поведут к нужным целям Так вот раньше Цели выбирались Такие Цель была достоянное общество И средства подбирались Такие, которые качеством этим обладают Если в индустриальном обществе Нужен конвейер инструкций Значит в школе будет очень много инструкций И так далее И тому подобное Исходя из этого Если у нас Поменялись требования На какие-то вот другие К другому обществу К другому социуму То у нас и форматы обучения Должны быть другими Уже не настолько Вот в инструкциях построены А вот подразумевающе Больше там Самостоятельности Понятно Да? Больше каких-то Интерактивных вещей Где вот эти все Хватки формируются И прочие как бы вещи Да? Вот Это заставляет Это альтернативное образование Работать в совершенно другими формами Они кругом и рядом Классно-урочную систему У меня собственно Или еще каких-то вещей Идет Фактически Возревание Нового образования В этом секторе Альтернативного образования Удачи! Альтернативного образования Удачи! Удачи! Продолжение следует...